Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Продолжаем отвечать на вопросы зрителей, помогать людям разбираться в их телефонах. Как на телефоне Samsung настроить оплату картой? То есть, чтобы прямо вот, бам, телефоном оплатили, да, ну или, соответственно, карту внести. Вот, я вам помогу в этом видео разобраться, и мы с вами в этом разберемся непременно. А вы не забывайте ставить от себя лайк, чтобы стоял, чтобы у вас стоял, и чтобы у меня стоял. Друзья мои, это очень важно, я хочу, чтобы у нас у всех с вами стоял. Дайте мне знать в комментариях, встал ли у вас, и также напишите, в какого цвета у вас встает. У меня красный встает, красненький, и мои люди об этом знают, мои подписчики, что у меня всегда встает красненький. У кого-то синенький, темненький, там розовый, да, напишите. Дайте мне знать, от чего это интересно зависит, от версии YouTube, наверное, какого цвета лайк встает. Спасибо за взаимность и за общую заботу, друзья мои, лайк должен стоять. Что мы с вами делаем? Во-первых, у нас есть Samsung Pay приложение, да, возможность. Либо же Google Pay, внимание, Google Pay, который находится в разных местах. Если мы откроем папку Google, скорее всего, тут не будет Google Pay. Мы тогда идем, ну, допустим, в разные, видите, Google Pay приложение у меня. Или беремся за лупу, беремся за лупу, вот она, и пишем здесь Google Pay, и мы с вами можем найти тогда, взявшись за лупу. Вот так вот, Google Pay, видите. Для того, чтобы пользоваться Google Pay, вам необходимо войти в аккаунт, Google Аккаунт, да. У меня нет здесь Google Аккаунта, это не помешает мне рассказать вам все. Если у вас нет Google Pay, идем в Play Market, набираем здесь Google Pay, вы видели, как называется, и скачиваем. Все, то есть, и дальше что делаем, сейчас покажу. Либо же Samsung Pay. Ну, я рекомендовал бы, на самом деле, Google Pay, потому что это более как-то универсально и удобно. Вот у меня есть Google Pay. Что мне делать дальше? Во-первых, мы можем привязать карты Сбербанка, да. Если у вас установлен Сбербанк, вы можете войти и, соответственно, нажать на карту, привязать Google Pay, да. Это тоже можно так сделать, но, на самом деле, это уже чуть-чуть другая тема. Я в этом видео, у меня вот есть телефон человека, на котором тоже есть, соответственно, Google Аккаунт. И я покажу, ну, как это сделать. Заходим в Google Pay и здесь совершайте покупки просто и безопасно. Что нужно? Добавить карту. Нажимаем добавить карту. Добавить карту и, соответственно, о, привет. Привет. Номер карты вводим сюда. Номер карты и после этого у вас потребуют, ну, давайте, 45, 48, допустим. Вот, видите, месяц, год, секретный код на обратной стороне вашей карты. Ребят, если хотите, вводите, да, если доверяете тому приложению, которое установили. Я не знаю, может, вы не Google Pay установили, какой-то аналог, да, и там уже вопрос доверия, я не знаю. Вот, напишите в комментариях, какое у вас там приложение. Месяц, год и этот код. Платежный адрес вводите сюда, допустим. Вот, у меня Волгоградская область, город Михайловка, там, улица, номер дома, да, индекс. Все это вводим сюда. Потом у вас еще какую-то информацию, там, соглашение затребуют. Нажмите сохранить. Вниз пролистайте сохранить. Все, у вас карта появится здесь. Вы нажимаете на нее, вот оплата, видите, оплата. И тут способ оплаты, карта будет. Нажимаете на нее, установить по умолчанию. И уже у вас, соответственно, будет возможность оплачивать картой. Это очень просто. Видите, написано. Способы оплаты. Добавьте в Google Pay кредитную или дебетовую карту. И без труда совершайте покупки в приложениях, магазинах и на сайтах. Все, ребят. Очень все просто. Банки, участники, видите, можно сразу перейти. Настройки бесконтактной оплаты. То есть, оплата касанием недоступна. Ваше устройство не поддерживает бесконтактные платежи. Видите, вот проблема в чем? В этом телефоне нет бесконтактных платежей. Если у вас, убедитесь, тоже можно, опять же, да, убедиться через Google Pay приложение. Нажав сюда. Настройка бесконтактной оплаты. Если у вас модуль NFC, чип, да или нет, это зависит уже от модели и бренда вашего телефона. Напишите, кстати говоря, как называется ваш телефон. Может, у вас нет NFC, да, ну, бесконтактной оплаты. Я помогу вам. Если у вас есть разные гаджеты, которые стоят несколько сотен рублей, там до 200 рублей, там разные кольца с NFC, другие гаджеты носимые, да, дешевые. Понятно, есть там всякие смарт-часы, браслеты, в которых есть NFC, но они, как правило, стоят от 2000 рублей и выше в некоторых ситуациях. Я поделюсь с вами способами. Могу снять видео, как за пару сотен рублей до 200 рублей купить гаджет, который будет с NFC, который будет привязан к вашему телефону, и вы сможете расплачиваться телефоном. Если хотите увидеть такое видео, покажите своим лайком. Также подписывайтесь на канал Блогер Мэн и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. И поддержите меня своим лайком, задавайте свои вопросы в комментариях, потому что именно по вашим вопросам я и снимаю эти видео. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся, друзья мои. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи и до скорого. Пока-пока-пока.